Здравствуйте, уважаемый Штарк! Я заметил, что вы часто говорите о Вильгельме в Аркентине, канал Будильникому не все равно. На одном из последних стримов он рассказывает, что находится в Германии и якобы с дипломом экономиста будет получать второе высшее образование уже в Германии. Возможно ли это? Ведь до этого он говорил, что уровень языка у него не слишком высокий. И может ли быть так, если человек этнический немец, то его возьмут в немецкий университет даже без знания языка? Расскажите, пожалуйста, относительно вашего опыта. Я начал сомневаться в его словах и вообще теперь до конца не уверен, действительно ли он в Германии или это чистой воды лохотрон. Спасибо заранее. Ну что ж, человек сбросил мне ссылку. Это, конечно, очень забавно. Сейчас вы посмотрите эти вырезки. Ну и вы вот говорите зря я говорю о Будильнике. Ну как же не зря, потому что вот людей интересуют. Тем более канал этот, как вы знаете, или еще до конца не поняли, это такой рассадник фейковых новостей, начиная от назидания, буквально насаживания идеи, зловредной идеи о сыроедении, ну и дальнейшее нагромождение глупостей. Вообще умные и порядочные люди, например, доктор Макс, вот его тоже раздражает Будильник, и он делает одно видео за другим. Люди, наверное, тоже задают себе вопрос, почему вот доктор Макс, образованный человек, врач, ну не может пройти мимо. Понимаете, дело в том, что если у вас голова на месте, если вы обладаете, ну хоть малейшим интеллектом, когда вы сталкиваетесь с таким персонажем, ну сидит такой парень, да, уже фактически сгнил, зубы сгнили, желтого цвета лица, чедушный, энергии нет, профессии нет, ничего нет, и учит людей жизни, понимаете. Постоянно путаются мысли, нагромождение какой-то глупости. Если я выпущу ролик, вот просто собранный из выражений Будильник, это волосы дыбом, что он несет. И поэтому, например, вот доктор Макс тоже не может пройти. Я советую посмотреть его такую заочную беседу или комментарий, когда Будильник начал высказываться о том, что домашнее воспитание или образование гораздо лучше школы российской и так далее. Послушайте эти интересные комментарии умного человека. Ну и вот очередная, не то чтобы глупость, а здесь уже откровенная ложь относительно эмиграции. Мне придется это прокомментировать. Но сначала послушаем, как разводит лохов или своих хомячков господин Воркентин. Вилли, а чего ты свое техническое образование не хочешь оживить? У меня нет технического образования. Потому что учитель математики и информатики это не техническое образование. Потому что в математике я слаб. Вот две синих корочки. Это физмат. Математика и информатика, учитель. Экономист-менеджер по специальности экономика управления на предприятии машиностроения. Два диплома УГУ 2006 и 2008 годов. Потому что в математике я слаб. Экономист-менеджер по специальности экономика управления на предприятии машиностроения. А у меня все документы, что я ИП-шник, что я объезжаю, я могу финансовые операции осуществлять. Ну, здесь, конечно, весьма интересно. Это именно то, что заметил этот человек. Что он якобы имеет экономическое образование. При этом у него проблемы с математикой. Надеюсь, вы это тоже заметили. Но это о чем говорит? Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, в России дерьмовое образование. Во-вторых, в России, скорее всего, легко, без проблем можно купить диплом. Он говорит, что он всего за два года получил высшее образование. Но это нереально. Например, в такой стране, как Германия, даже парикмахера или повара обучают больше трех лет. А уж высшее образование это 6-7 и так далее. Если вы вкладываетесь и вовремя все сдаете. За два года здесь, наверное, даже дворником не станешь. Поэтому это липовое образование, естественно. Но и вы теперь понимаете, почему, например, немцы вообще никак не воспринимают эти дипломы. Этими своими бумажками он может вытереть себе одно место. Или маме своей подарить. Она может ходить, всем показывать. Или вот так же, как лохам он показывает в YouTube. Вот, дескать, у меня высшее образование. Но грош цена высшему образованию, если учитель физики и математики сомневается, что Земля округлая. И этот же самый персонаж, якобы имея экономическое образование, имеет проблемы с математикой. Это, знаете, как можно сравнить хирург без двух рук. Или перевозчик английского языка без знания английского языка. Это вот приблизительно то же самое экономист с плохой математикой в запасе. Так что это фейковые бумажки. А уровень постоянной лжи, такой, знаете, перманентной лжи у Аркентина, я вам сейчас покажу на простом примере. Вот, давайте послушаем, что он говорит о зубах, как нужно о них заботиться. И человек, который фактически уже не имеет зубов. Вот, послушайте, во-первых, каким спокойным тоном, уверенным. Вилли, как относишься к зубной пасте с фтором? Ну, её не нужно использовать. Используйте в лучшем случае зубную пасту из эко-магазина без фтора. Но там даже не во фторе дело. Если будут фрукты, будете одни есть вам, на зубы не нужно будет каждый день чистить. Я зубы два раза в неделю максимум чищу. И они не чернеют. Штарк говорит у меня, что там чёрные зубы. Это не так. Ах так, значит, я рассказываю какие-то сказки. И у Вильгельма Аркентина всё хорошо с зубами. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю, у меня что-то с глазами. И вы напишите в комментариях, вы видите это или это только у меня что-то с глазами. Вот в некоторых кадрах чуть похуже качество, в других чуть получше. Но смысл-то везде один и тот же. То есть, понимаете, человек либо вообще отсутствует, то есть мозгами он не находится в реальности. У него сгнили все зубы на корню, а он этого не видит. Или человек, ну вот просто лжёт, имея полный рот чёрных сгнивших зубов, он продолжает говорить, что у него нет проблем с зубами. Такому человеку достаточно просто сесть перед психиатром, начать вот это утверждать, улыбнуться один раз. И психиатр поймёт, что с парнем явно что-то не так. То есть, он не соображает, где он находится. Либо наяву находится, как во сне. Потому что Аркентин, как мы знаем, спит всего по часу, по два в день. И эти люди, они галлюцинируют наяву. Они-то думают, что они сверхлюди, но на самом деле мозг не отдыхает. И когда люди очень мало спят, они, продолжая бодрствовать, находятся как бы во сне. Поэтому часто у него вот такой торможенный вид и так далее. Это просто вот состояние человека вечно недосыпающего. Почему у него гнилые зубы? В этом нет ничего удивительного. Это проблема, с которой сталкиваются все сыроеды. Абсолютно все сыроеды. Это то, о чём они не говорят и то, что они скрывают. Лишь сыроеды, которые вырвались из этой системы и часто очень пострадавшие, то есть заплатившие своим здоровьем, они начинают откровенно говорить, как они лишились волос, как они лишились зубов и так далее. Ну вот в Аркентин типичный пример. Даже когда у него вообще останутся просто там вот такие осколки, понимаете, гнилые, он, видимо, всё равно будет говорить, что зубы у него есть. Но мы сейчас не об этом говорим. Я просто этот пример вам привёл, чтобы показать, насколько вопиющая эта ложь. Я вижу эти гнилые зубы, вы их видите. А человек сидит и говорит, не, у меня всё нормально с зубами. И ещё даёт советы, как нужно ухаживать за зубами. То есть делайте то, что говорит он, и у вас будут точно такие же зубы, как у Вильгельма в Аркентине. Или их вообще не будет. Если вот фрукты будете одни есть, вам на зубы не нужно будет каждый день чистить. Я зубы два раза в неделю максимум чищу. И они не чернеют. Штарк говорит у меня, что там чёрные зубы. Это не так. Итак, а теперь к основной лжи по поводу того, чем поехал заниматься Вильгельм в Аркентине в Германию. А я в своё время работал как раз на интеграционных курсах. То есть я работал непосредственно с беженцами, с переселенцами. Очень хорошо разбираюсь в этой теме. Почему я и даю консультации по поводу того, как вам нужно оформлять документы, если вы начинаете первые шаги в плане эмиграции. То здесь я практически точно могу вам сказать, чем он поехал заниматься в Германию. Даже если я не слышал его личных объяснений. Конечно же, он не поехал получать там высшее образование. Это ерунда. Но внутренне у меня такой вот спортивный азарт есть. Получить именно немецкое третье высшее образование. Вильгельм Аркентин, как известно, как он сам говорит, очередную глупость, что он этнический немец по национальности русский. Вот даже не понимает человек, что это нагромождение слов. Этнический немец по национальности русский. Это всё равно, что, не знаю, этнический грузин по национальности японец. Понимаете, можем продолжить этот логический в кавычках ряд, и там ничего не совпадает. То есть, если ты этнический немец, то ты по национальности немец. Если ты этнический русский, то есть этнос, это принадлежность к народности, то ты по национальности русский. Он этого не понимает. Для него это вполне себе две совместимые, так сказать, национальности. Ну, так вот, он этнический немец, судя по всему, по имени и по фамилии, потому что его родственники живут в Германии, но относятся к числу шпейт-аузыдля. Это поздние переселенцы. Но для того, чтобы переехать в качестве репатрианта или позднего переселенца, посольство требует сдачу языкового теста. И вот здесь, как правило, у тех, у кого дырка в голове, у них с этим возникают проблемы. Они собирают все бумажки, но на тесте их срезают. И Варкентин 100% столкнулся именно с этой проблемой. То есть, он элементарно, самостоятельно не может выучить язык до уровня B1 или B2. Это, если вы кто-то не понимаете, это самый начальный уровень. Вилли, ты язык долго учил, но я язык еще в школе учил немецкий. Последние два года начал изучать. Дальше своим зрителям он будет вешать лапшу, что он мега хорошо знает немецкий язык. Вот так же, как он показывает дипломы, так же со временем он будет трясти вот этим сертификатом, который он получит, и будет кричать, что он просто, ну вот, возьмите меня прям завтра в переводчике. Это вот такой тип людей с короной, как я уже говорил. Они, добиваясь минимальных успехов, возводят свой успех, ну, просто в грандиозный. Так вот, сразу я заранее говорю. Даже если у Вильгельма Варкентина будет сертификат B1-B2, ребята, это начальный уровень. В B переводится база, то есть это базовый язык. Что значит базовый язык? Вот я вам объясню. Есть первая начальная стадия, это А1-А2, затем B, B1-B2 и C, это уже дальше продвинутые и так далее. Вот А1, это когда человек научился алфавиту, научился читать, научился там складывать ра-ро-ру, какие-то слова отдельные и набор там определенных, определенное количество глаголов и так далее. То есть это, ну вот, самое-самое начало. Кто-то там знает предлоги над, под, к, в и так далее. Числа от 1, может быть, до 10 или до 100. А что такое B2? B2 – это база. Вот базовое знание языка в чем заключается? Человек сможет поздороваться, попрощаться. Человек сможет без посторонней помощи сказать, скажем, там, меня зовут Вильгельм Варкентин, у меня нет зубов, у меня есть автомобиль, мне там 35 лет или 38, или сколько. Я живу по такому адресу, я сыроед, вот это он сможет сказать, а вот у меня нет зубов, потому что из-за большого потребления фруктов у меня закисленность в ротовой полости и моя слюна, имеющая вочную среду, не может этот процесс нейтрализовать, и из-за этого пропадают зубы у сыроедов. Вот это сложное предложение он уже сказать не сможет, потому что для того, чтобы объяснить, что и как, применяя слова там щелочная среда, кислота, еще что там, эмаль, для этого нужно уже С, и Д, и Ф и так далее. Поэтому с B1, B2 говорить о том, что человек начнет получать какое-то образование, это наивность полнейшая. Для чего Вильгельму Варкентину и таким, как он, необходимы вот эти языковые курсы? То есть, грубо говоря, он приехал сейчас в Германию для того, чтобы учиться на языковых курсах, но он не любит называть вещи своими именами, ему-то хочется, чтобы его очень ценили, и его хомячки заглядывали ему в рот, поэтому правду он не скажет. И он скажет, я приехал для обучения, и вот как он говорит, там особый академический язык. Это до такой степени феерическая ахинея, что это даже трудно комментировать. Это не курсы, скажем, для мигрантов, это именно университетские программы. Там академические немецкие. На самом деле нет никакого академического немецкого, или какого-нибудь особого немецкого немецкого, а где-то там в России преподают немецкий русский, или еще что-то. Это бред, понимаете, это глупость, которая вот этими умными словами завуалирует свою совершенную некомпетентность. Итак, для тех, кто, может быть, что-то слышал и до конца не знает, немецкий, условно говоря, делится на две категории. Это так называемый «хох», «дойч», «хох» – это высокий немецкий, если переводить дословно, а по смыслу, так как дословно немецкий на русский не переводится, это литературный немецкий язык. Итак, «хох», «дойч» – это литературный немецкий. Есть «плят», «дойч». «Плят», «дойч» – это так называемый «низкий немецкий», или просто, ну, попросту говоря, «народный». Ну вот в русском языке такого разделения нет, в немецком есть почему. Потому что Германия – это очень многонациональная некогда территория, разделенная множествами диалектов. Их насчитывается несколько десятков. И сами немцы с трудом ориентируются в диалектах. Есть целые словари. Если вы едете в какую-то определенную немецкую землю, вы можете подкупить этот словарь, потому что если вы столкнетесь с настоящим носителем диалекта, вы его, как правило, не поймете. Как я уже говорил, представитель там земли Байрон, скажем, если он разговаривает с жителем Саксон, то есть в Саксонии, если они начнут говорить на своих диалектах, они вообще не поймут друг друга. Это будут как два человека, раздоговаривающих на двух разных языках. Если привести примеры, я думаю, вам это ничего не даст. Это будет интересно тем, кто уже продвинут в языке. И тогда это действительно забавно разбирать, как в разных землях, там называют, например, курицу, или там булочку, или там девочку и так далее. В разных диалектах это, поверьте, разные слова. И в 1999 году, это когда я уже здесь прожил довольно много лет, был принят закон о том, что все переходят на один Hochdeutsch. Это значит, что телевизионные каналы, телевизионные ведущие, официальный язык и, самое главное, язык в школах будет теперь один на все земли. Это был достаточно такой болезненный переход. Вот до сих пор еще дети, вот детки, которые с детского сада приходят в школу, они еще по привычке разговаривают, как их дедушки, бабушки, мамы, папы. Но когда они садятся за парты, учительница, хотя она тоже жительница этой местности, и, конечно, она знает этот диалект, она должна делать вид, что она не понимает, если дети обращаются к ней на местном диалекте. И вот, начиная с первых классов, начинают потихоньку их перестраивать на литературный немецкий. И сейчас уже добились определенного результата. Вот сейчас уже эти 20-летние дети по всей Германии, где бы они ни встречались, они говорят на одном литературном языке. Но это никакой не академический язык, это никакой не усложненный ничего. Это просто литературный язык, который вы услышите, если вы включите телевизор. На этом языке с вами будут говорить чиновники в каких-нибудь канцеляриях. На этом языке вы получаете все официальные письма. А с соседями, если смотря в какой земле вы живете, с вами могут начать говорить и на национальном диалекте. Нужно быть к этому готовым. Для того, чтобы научиться различать эти диалекты, в смысле просто на слух, нужно очень много лет прожить в Германии. С русским языком, кстати, в этом смысле иначе. Посмотрите, такая огромная территория, но все русские говорят, в принципе, на одном языке. То есть, опять же, акцент существует там, о, а, как-то тянут слова, или есть определенные местности, где говорят там несколько иначе. Но все-таки вы используете одни и те же слова. А с немецким диалектом, еще раз, это разные слова. Это совершенно другие применяются слова в определенных землях. Надеюсь, я подробно смог этот вопрос осветить. Ну, а будильник, он просто несет ерунду. Никакой, конечно, ему академический язык здесь преподавать не будут. Он просто будет обучаться, как и все обычному hochdeutsch. Тому же, чему обучает, там, не знаю, в московских университетах и институтах, там, иностранных языков. Ничем тот язык в России не отличается от языка, который здесь. Одним словом, в Аркентин приехал сюда за деньги поучиться на квалифицированных языковых курсах. Он получит по окончании этих языковых курсов сертификат. И вот с этим самым сертификатом, где уже будет точно установлено B1, B2, вот эта начальная фаза, он сможет подавать документы для того, чтобы получить свое ВНЖ. Aufenthaltslaubnis это называется. Вот для того, чтобы получить вот эту заветную возможность переместиться затем в Германию в качестве позднего переселенца и нужен в Аркентину вот эти полгода, четыре месяца, ну, я не знаю, насколько он приехал, некоторые даже год изучают языковые курсы, и он свой B1, B2 получит. Потом у посольства не будет никакой причины ему отказать. Но дальше в Аркентин, наговаривая там кучу глупостей, я сейчас не хочу весь этот стрим сюда переносить, произносит еще такую вещь. Он хочет, видите ли, жить и в России, и в Германии. Этот человек не понимает, что это невозможно. Ну вот, живущие здесь подтвердят мои слова. Вы можете приехать в Россию, побывать там, не знаю, там отпуск провести, но жить на две страны не получается никак. Во-первых, потому, что здесь существует закон. Если вы, уезжая из Германии в какую-то страну, находитесь в этой стране, особенно в качестве переселенца, то есть вы не родились здесь, а вы откуда-то приехали и попросили, чтобы немецкое государство вас приняло. Так вот, если, имея даже немецкий аусвайс, то есть паспорт, вы уезжаете куда-то, неважно, это Россия, Вьетнам, Таиланд, где бы вы ни жили, и вы проживаете там больше, чем полгода, вы лишаетесь права вернуться в Германию и снова здесь жить, работать и так далее. Лишаетесь. Вас могут просто назад не пустить. Это все знают. Почему это происходит? С момента, как только человек переступает немецкую границу, он вносится в систему, в компьютер, ему начинают идти отчисления на пенсионный фонд, в первую очередь, на его кранкинг-касса, это медицинская страховка и так далее. Одним словом, он находится в системе. Немцы хотят знать, чем ты занимаешься, чем ты занимался в июне, чем ты занимался в августе, ты работаешь, ты частный предприниматель, если ты частный предприниматель, платишь ли ты налоги и так далее. Если ты просто работник, покажи, где ты работаешь, если ты получаешь пособие, покажи, по какой срок ты получаешь пособие и так далее. Ты не можешь просто так приехать сюда, в эту страну и как бы раствориться здесь, поехать куда-то пожить, а потом незаметно вернуться. Это нереально. Для немецкого государства нереально. Потому что если ты уезжаешь из Германии больше, чем на полгода, вот эти все отчисления, они прекращаются. Не могут люди беспрерывно кому-то перечислять на пенсионный фонд, скажем, деньги. Если он не имеет работы, это делает государство за безработного. Ну, представьте, ему отчисляют деньги, а он в Германии не живет. Или ему перечисляют пособие, а он в Германии не живет. Это невозможно. Поэтому немцы ставят условия. До полугода да, больше полугода гудбай, больше можешь сюда не возвращаться. Именно поэтому живущие немцы доживают до пенсии, а потом уже при пенсии могут перемещаться в другие страны, имея уже свою законную пенсию. Хотя и это, кстати, ставится под вопрос. Люди обычно решают в одном направлении. Значит, или Германия, или Россия. Двух вариантов не дано. Ну и потом, находясь здесь, в стране, тебе придется работать, либо учиться, либо ты получаешь пособие. А если ты получаешь пособие, ты должен каждую неделю-две ходить, отчитываться, где ты находишься, чем ты занимаешься. 35-летнего, даже если он беззубый доходяга, его все равно привлекут к какой-то работе. Просто так деньги давать не будут. Пошлют на курсы, пошлют на мас-намы. Это такой общеобразовательный процесс, где его научат резюме писать и так далее. Одним словом, будут заниматься, пока не затолкают его на какую-нибудь работу. Вот просто так сидеть около компьютера, как он сидит у себя ворски, вешает лапшу и кушает нектаринки, в Германии у него это не получится. Ему нужно будет выкручиваться, выверчиваться и каким-то образом искать себе занятость. То есть тут одно из двух. Либо ты не работаешь и получаешь пособие, но тогда отсчитываешься за каждый свой шаг и за каждую свою копейку, либо ты работаешь и, пожалуйста, государство оставляет тебя в покое, плати налоги. Но скажите, вот такого рода человек он может работать? Если он в России работать не может, какой он экономист, если он считать не умеет, то уж здесь, в Германии, поверьте, такому человеку найти работу будет крайне сложно. Иммигранты могут рассчитывать на низкоквалифицированные должности, на сферу обслуживания. Но для этого нужно быть активным, физически крепким. А мы понимаем, что с сыроедами это совершенно другая история. Поэтому я предсказываю, ну так, чисто из своего опыта, у Аргентина здесь не слишком светлое будущее. Даже если ему удастся сюда пролезть, устроиться, жить ему здесь будет крайне сложно. На донаты, на какой-то там доход от канала он может быть, может существовать в России, но в Германии это исключено. Ни 200, ни 300, ни 500 евро не спасут его здесь. Здесь нужно работать, здесь нужно зарабатывать, потому что для того, чтобы хотя бы более-менее жить, нужно иметь там полторы-две тысячи евро в месяц, а их придется в Аргентину зарабатывать. Так что я думаю, такой человек, как он, помотается, помотается, да, выучит язык до Б2 и вернется, скорее всего, в Орск. Потому что любые мечтания о политической карьере, там еще о чем-то, это возможно воплотить только в такой стране, как Россия, где, вы понимаете, можно иметь экономический диплом и не уметь считать, можно быть учителем физики-математики и не понимать, что земля шар. В России это срабатывает, в России бумажки на кого-то действуют магическим образом, а здесь требуются реальные знания, реальная отдача или физическая работа, то, на что люди подобного типа, как в Аргентин, не способны. Поэтому в Аргентин лапшу лучше вешать в России. Ты можешь, конечно, выучить свой немецкий язык до Б2, но я думаю, в самой Германии тебе места не найдется. Или если найдется, то уютно тебе здесь не будет, 100%. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова